В недельной главе «Ваягель» Тора рассказывает о том, как Маше сообщил народу Израиля. «Смотрите, Господь призвал по имени Бецалеля и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением и ведением и всяким умением делать всякую работу искусную». Сообщение передается теми же словами, что сказал Всевышний. А в начале главы «Пкудей» Тора снова упоминает, кто выполнил всю работу по строительству скини. И Бецалель сделал все, что повелел Господь Маше. Что особенного было в этом Бецалеле? Тора пишет, что он обладал мудростью, разумением и ведением. Но кроме этого говорится о новом качестве — мудрость сердца. Что именно называется мудростью сердца? Известно, что мудрость находится в мозге, а человеческие качества располагаются в сердце. Разум помещается в голове, а чувства исходят из сердца. В данном случае, в дополнение к мудрости, пониманию и знанию, Бог наделил Бецалеля еще одним качеством — мудростью сердца, своего рода смесью ума и чувств. Талмуд, приводя стих «Мудрый сердцем примет заповеди», говорит, «Пусть придут наши учителя и посмотрят, насколько любым Аширабейну заповеди. Весь Израиль занимался мародерством, а он исполнял заповедь». Когда евреи покидали Египет, Всевышний повелел им взять как можно больше золота и серебра у египтян. Он даже умолял сынов Израиля сделать это, потому что обещал Аврааму, что после изгнания его потомки выйдут с большим имуществом. Бог просил Маше поспособствовать тому, чтобы народ Израиля взял как можно больше египетских богатств. «И сыны Израиля сделали по слову Маше». А что в это время делал сам Маше Рабейну? Тора говорит в начале главы Бешалах. «И взял Маше кости Йосефа с собою, ибо Йосеф клятвенно наказал сынам Израиля, говоря, «Помянет, помянет вас Бог, и вы вынесете мои кости отсюда с собою». А сделать это было совсем нелегко. Талмуд продолжает. «Откуда знал Маше, где похоронен Йосеф?» Спросил об этом у женщины еще из того поколения, которая спустилась с Яковом в Египет. Она сказала ему, «Железный гроб сделали египтяне и похоронили Йосефа на дне Нила, чтобы останки его благословили воды». Пошел Маше к Нилу, остановился на берегу и произнес, «Йосеф, Йосеф, пришло время, о котором говорил Всевышний и клялся, я освобожу вас. Пришло время исполнения клятвы, которую дали тебе сыны Израиля, пообещав, что поднимут тебя и похоронят в земле Израиля. «Если ты явишься сам, хорошо. Если нет, я свободен от клятвы, потому что не могу найти твой гроб». И тут всплыл гроб Йосефа. В то время как народ Израиля выполнял повеление Всевышнего забрать у египтян как можно больше серебра и золота, Маше был занят поисками гроба Йосефа. Хотя Бог не велел ему это делать, и Маше не был потомком Йосефа, а происходил из колена Леви. Талмуд говорит, что в этом проявилась мудрость сердца Маше, его правильная духовная интуиция, что и объясняет Любавический Рэбэ в своем комментарии. Сердце человека, связанного со Всевышним, приводит его к правильной заповеди. Мудрый сердцем человек – это не тот, кто после определенных размышлений, взвесив все за и против, приходит к выводу, как правильно надо поступить в той или иной ситуации. Это человек, которому интуиция, связанная и с разумом, и с сердцем, говорит, что надо делать прямо сейчас, даже если у него нет удовлетворительного объяснения, почему он должен это делать. Все сталкиваются с подобными дилеммами каждый день. Что выбрать? Египетское богатство – благополучие своего дома, ибо человек обязан содержать свою семью, или заниматься решением духовных проблем – спасением костей Йосефа. Любавический Рэбэ говорит, даже когда дело касается сбора трофеев у египтян, и это заповедь Всевышнего, которая должна быть выполнена, не надо забывать, что есть более важный вопрос – повеление Всевышнего, которое символизирует кости Йосефа. Это означает сделать все, чтобы сблизиться с Йосефом поколение, постигать его учения, придерживаться его пути и следовать его указаниям. Субтитры создавал DimaTorzok